В хоккей играют только настоящие мужчины. Сегодня мы покажем вам героическое и очень нестандартное транспортное средство, которое называется Hover Track. Рубрика эксклюзив. Эта модель называется Hover Track. Выпускается компанией Neoteric, которая существует на рынке компаний, производящих суда на воздушной подушке уже более 40 лет. Это одна из последних моделей. Сделана в США. Модель комплектуется тремя разными моторами. 55, 65 и 100 лошадиных сил. Самые популярные 55, которые мы и наблюдаем. Он может развить весьма большую скорость, особенно на льду. Максимальная скорость его на льду и плотном снегу может достигать 100 и более километров в час. А на воде 80 километров в час. Но рекомендуемая скорость 50-60 километров в час именно в целях безопасности. Это двигатель двухтактный, внутреннего сгорания. Имеет два цилиндра. Потребляет бензин АИ-92 примерно 10-15 литров в час. Очень популярный мотор. Я люблю немецкие моторы. Это немецкий двигатель. Он весит всего лишь 32 килограмма и может быть использован и используется в авиации, например, в легких самолетах или в дельтапланах. И вообще здорово, когда вы можете взять этот двигатель и отнести его от одного транспортного средства к другому, подключив его то к крылу, то к воздушной подушке. Катер приводится в действие при помощи мощной струи воздуха, создаваемой работающим вентилятором. Причем в положении вот этих вот дефлекторов и определяет направление движения. Вот в таком положении струя воздуха идет на меня, соответственно, толкая судно вперед. А если мы поменяем положение, получится задний ход. Струи воздуха будут толкать катер на меня. Естественно, это делается не вручную, а при помощи специальных средств управления. Если в обычном автомобиле, поворачивая руль, вы изменяете направление движения, то здесь это называется изменение вектора тяги. При помощи вот этих вертикальных воздушных рулей мы можем маневрировать. Очень большие возможности маневрирования именно из-за того, что она имеет систему реверса. Поэтому она может двигаться на малых скоростях, зависать на месте и совершать маневры на нулевых скоростях, на небольших, когда это нужно. Однако мы не сказали самого главного, где же колеса у этого транспортного средства. Так вот их нет. Часть воздушного потока, создаваемого вентилятором, нагнетается под днище этого катера. Он поднимается на 250 мм и парит над волнами, как буревестник. Итак, что мы имеем? Сзади двигатель, снизу воздушная подушка, спереди место пилота. Можно ехать. Мы находимся с вами в салоне ховертрека. Это Родстер, как вы видите. Полный кабриолет. Очень похож на Порше. Заднее расположение мотора и всего лишь два счастливых человека могут здесь сидеть. Ну или шестеро несчастных, потому что тесно. К сожалению, здесь нет отделки приборного щитка дорогими породами дерева. Однако здесь есть все то, что необходимо водителю этого транспортного средства. Датчик топлива, датчик количества вольт в бортовой сети, тахометр и два датчика температуры. Один из них показывает температуру ваших цилиндров, а другой зачем-то показывает температуру выхлопных газов. Зачем, непонятно, но выглядит очень внушительно. Вот этот класс катеров предназначен для частного использования. Маленькая штука. Всего там 2 на 3,5 метра. Вот именно эта модель. Может храниться в любом гараже, сарае. Перевозится на прицепе за легковушкой. Может быть погружено, разгружено одним человеком. У Хоммертрека, как и у любого транспортного средства, есть головные фары прямоугольной формы с галогенками внутри. Ветровое стекло здесь маленькое для настоящих героев. Но можно заказать такое транспортное средство с полукабиной и даже с целой кабиной. Мы путешествовали на этом катере по Неве, по Фонтанке. Ходили в Авроры и прочее. Причем в такие времена, когда вообще ничто не может сходить. Когда вот смесь льда с полыньями. По Финскому заливу ходили в разные погодные условия. Зимой и летом. И даже когда штормило. Показало себя хорошо во всех условиях. Во всех. Хоммертрек может перемещаться там, где вы этого захотите. По траве, по песку, по воде, по льду, по раскаленной лаве. Вулкана, вытекающего из его жерла. Словом, где хотите и когда хотите. Лишь бы бензина хватило. Ее стихи это ровные, скажем таки, это большие просторы. А большие просторы это что? Это лед, это снеговые поля, вода. Ну и, скажем, такие труднопроходимые места, как, скажем, болото, где тина. Или там какая-то жижа, да. Где на каких бинтовых или грибных даже сюда пройти трудно. Что-то пройдет. Если вы перемещаетесь черной тропической ночью по топкому тропическому болоту, рекомендуется включать топовые фонарики. Чтобы окружающие другие участники этого болотного движения могли вас увидеть. И чтобы не произошло ДТП. А используется хаммертрек только теми, кто по-настоящему смел, храбр и безумен в своих поступках. Такими людьми, как спецагенты, различные спецслужбы. Ну и мы, ведущие Аэромотор Тайм. Чтобы управлять этим катером, необходимо иметь специальную лицензию на право управления маломерными судами. Кроме того, нужен номерной знак, который наносится на борт катера. Ну и самое главное, нужна отвага и храбрость. Не пытайтесь это повторить. Это под силу только настоящим героям. Это была рубрика «Эксклюзив». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok